Приветствую всех! Вы зашли на канал Заметки Механика. Приятного просмотра и жду вас снова! Вольво 740. Кошмарный сон автоэлектрика. Куда ни возьмись везде на таких разъемах интересных, на изоленте. Провода тут торчат оголенные. Везде не пойми как, что сделано. Какой бы электрик навел порядок здесь? Я знаю на примете хорошего автоэлектрика, который навел бы здесь порядок. Хочу порекомендовать вам YouTube канал Автоэлектрик Диагност. Андрей из Калифорнии снимает необычные и интересные случаи в диагностике и ремонте автомобилей. Ссылку на канал оставлю в описании. Подписывайтесь на его канал и передавайте привет от механика. Ну а дальше я вставлю моменты по полному осмотру подкапотной электрики. Тут будут наноскрутки и нанотехнология. Тут наноскрутки, нанопайки. Припаяли немножко и оставили. Если что добавить можно провод плюсовой. После замка зажигания как раз. Все вот на таких разъемчиках. Цветовая схема вообще отсутствует. Масса, огонь куда-то уходит. Везде так, везде. Это вот к электрику привезти и сказать сделаешь. Он наверное открестится от всего этого автомобиля. Вот здесь вот такие массы. Здесь вот такие скрутки на форсунках непонятные. Реле вентилятора. Вентилятор тут электро. Вот оно все здесь так сделано. Тут вообще красота. Фары. Везде синяя изолента. Еще одно реле. Даже два. Еще у нас такие разъемы. Вот такая вот изоляция на проводах. Которая разлагается уже. Короче весело. И куда ни возьмись. Куда ни возьмись. Везде электрики все. Электрики смерть. Это что бывает если обычный электрик залезет в машину? Да. Это и владелец подсказывает. Вот это все происходит. Из-за того что обычный электрик. Не автомобильный. Залазит в машину ремонтировать электрику. Это все вот так вот бывает. Вот это самый большой ужас здесь. С такими разъемами. Ну и здесь так же. Видели когда нибудь грибы на сиденьях? А вот мы выращиваем. Вот такое состояние сиденья. Грибочки тут. Тут дышать даже страшно. Это биологическое оружие. И оно все такое. Абсолютно. Интересно. Если отдать на экспертизу эту плесень. В лабораторию. Что покажут анализы? Как вы думаете? Напишите ответ в комментариях. Еще интересный случай. Для чего это все сделано? Патрубки печки замазаны герметиком. Черным. С двух сторон причем замазаны. Зачем это было делать? Короче, предыдущий владелец этой Volvo был уникальный человек. Это из рубрики. А что ты возишь в багажнике? Человек возит коробку запасную. Так как его коробка накрылась. Он возит запасную. Вдруг что раз перекинул. И все. Карабас на месте. Ну а если серьезно. Он просто приехал на замену коробки. Будем менять ему коробку. На сутки не работает АБС. Подозрение пало на релюшку. Релюшка интересная с предохранителем внутри. И вот один из контактов болтается. 87 контакт реле болтается. Сейчас скрою реле и покажу. А всего-навсего виновата пайка. Надломилась пайка. Нужно сейчас будет пропаять. И все будет работать. Посмотреть еще дальше пайкой ножек. Чтобы все заработало. Такую реле я еще не встречал. Audi 100. Нагинает людей в прямом смысле. Один уже залез. Я не знаю. Бардачок сейчас вырвет. Хотя устанавливает на место. Но раскорячило его хорошо. Второй у нас реле ставит. Который я пропаял. Это же нахрена тут эти мелкие. Когда они не задействованы. Это запасные. Получается встать надо вот так. После пропайки контактов реле. АБС значок погас на приборной панели. Все заработало. А вы когда-нибудь видели ворсистый москвич? Стоит машина. В виде рекламы. Весь обклеенный абсолютно. Догадайтесь от чего запчасти. Конечно же от Audi. Задние суппорта поменяли вместе со скобами тоже. Один закист цилиндр так тормозной. Что люди пытались его газовым ключом крутить. Ну и куча запчастей остальных. Стопорное кольцо в шрусе. Закисло. Не знаю. Не снял короче. Решил не мучаться на месте. Сниму полностью. Так как смазки надо добавить. И во внутренний. И в наружний. Пыльник был немножко рваный. Привезли пыльники. А они больше. Они диаметром больше. Не подходят. Короче болтаются. Теперь ждем пыльники. Еще тут интересно. До меня снимали, пилили болты. Меняли болты. Пилили скобы. Скобы я у себя нашел. Оригинальные от Audi. Будет все отлично. Все чисто. Вымоется. Поменяется смазка. Поменяются пыльники. Точно такая же ситуация с амортизаторами передними. Решили поменять амортизаторы передние. Все купили. Все отлично. Амортизаторы. Тут нужен спецключ. Ну мы нагрели. И открутили газовым. Что одну, что вторую сторону. Ничего страшного в этом принципе нет. Амортизаторы уже заменены. Но опорные подшипники кто-то ставил. Вот эти выемки специально для шпилек. Сейчас покажу. Вот эти выемки. Ставятся они по выемкам. Верхнюю чашку. Ну а кто-то поставил на одной стороне неправильно и раздавили. Вот теперь ждем опорные подшипники. Собираем. Задние амортизаторы уже кстати поменяли. Вот целый. Правильно установленный. С выемками под шпильки. Все сместили. А этот нет. Вот оно давило. Раздавило. Левая у нас сторона. Задние амортизаторы уже поменял. Теперь везде стоит масляный каяба, пружины. Все везде будет одинаковое. Подобрали набор как раз по переду и заду. Пока как-то так. Эпопея сауди практически заканчивается. Но была целая история с установкой зажигания. Поменял ремень ГРМ. Не сходилось все по заводским меткам. Поставил по заводу. Машина перестала заводиться. Настраивали тут трамблер. И все остальное. Все по заводу выставили. Теперь машина работает. Еще настраивали Кэйджитроник плунжер. Чтобы машина работала нормально. Так как холостой ход не держал. Даже датчик холостого хода новый не справлялся. Так как смесь была неправильная. Вроде как настроили. Останется немножко подсобирать ее. А так по ходовой передние амортизаторы поменял. Задние амортизаторы поменял. Заднюю тормозную систему сделал. Пыльники шрус тоже заменил. Ну и без тюнинга никуда. Сначала стоял патрубок в печку. Но привезли помпу подкачивающую. Поставил помпу. Установил более-менее так. Чтобы нигде ничего не цеплялось. Не терлось. Проводку я все сделал под капотом. Все что нашел. Все отремонтировал. Все отремонтировал. Продолжение следует. Продолжение следует... Кроме того. Продолжение следует... Субтитры водой. Субтитры сделал DimaTorzok